Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшн. Приглашаю прокатиться по дороге РА-298, Саратовская область. Продолжение сюжета от 18-го всегда 2024 года. Кто смотрел, как мы выехали из Саратова через Р-229 до поселка Горного. Поселок Горный потом от поселка до Ершова дорогу показал, Ершов. И вот от Ершова участок показал дороги А-298 между Макраусом и Поворотом на Красный Кур. Теперь продолжение сюжета от 18-го октября. Доедем до Кольца или Перекрестка на Скат, то есть Энгельский район. Всю дорогу показываю. Даже когда я в 21-м году, в этом году показывал от Поворота на Красный Кур, этот участок до Скады я вам показывал полностью. И показывал, как выезжал из Пробуждения, теперь в обратную сторону. Была весна, теперь осень. То есть вот такие исторические кадры, обмена возврата не подлежат. И так всегда говорю в Ютубе, Рутубе, в Дзен, Яндексе выкладываете данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Все, где кому как удобно, все как обычно. Да, и заметили сейчас. Будьте аккуратнее на дороге, встадут такие камеры с солнечными батареями. То есть на трассе, будьте внимательны. Дорога, можете даже найти эти сюжеты от 21-го года и от 24-го и сравнить. Мне кажется, разница большой вы не увидите. Дорога в отличном состоянии. Да, есть местами, конечно, возле там мостик, где-то еще что-то. Надо чуть-чуть быть внимательным, потому что есть такие неровности, но они не ямы, они неровности. Там грунт гуляет или еще что-то. Ну, то есть, дорога в хорошем состоянии, в отличном, как должна быть. Конечно, как должна быть, как я думаю, хотя бы три полосы или четыре бы здесь уместилось и ехали еще комфортнее. Ну, вот свои эмоции и про трассу R229 и A298 могу что сказать. Конечно, здесь она, может быть, не так загружена и не так она... Не, ну, она здесь лучше, одним словом, конечно, сравнить Энгельский район, Марковский район и Балаковский. Конечно, здесь трасса чуть-чуть другая. Хотя она же на равнине находится, обгоны здесь тоже местами есть удобные, местами нельзя обгонять и повороты есть. Некоторые летят и несутся, вот дождик начинается, так что вот выехали мы в полшестов утра из Саратова в этот горестный день. Еще раз, на это 18 октября посвящается все сюжеты моей старшей сестре, ехали в поселу Горное, в горестное место, сорв дней помянуть. И вот обратно я вам такой вот круг и для себя и для вас показываю, какие дороги. Так что есть, кого желание найти, особенно это в Ютюбе есть, там же я там с 20-го года начал делать сюжеты. Дорога просматривается, дорога читаема можно так сказать, едешь спокойно, вопросов к этому нет. Следующий сюжет будет через Энгельс, попали там в пробочку через мост, то есть этот день, как вот выехали, так я и закончу в Солнечном. Сопровождение музыкальное вам поставил сборник российской эстрады. Вот, проехали, мы повожу это на красный клуб, кажется, быстро. Я поставил на условный режим просмотра, чтобы вы не имеете ваше время не занимать, но все, дорогу показать. Вот, и о чем я хотел сказать, вот уже подумал и забыл. Да, вот машин было немало, то есть если сравнить даже с R229, до машин практически столько. И там, может, мне так не повезло, но как-то я скажу, что на 229-й трассе такая же движуха, хотя там более трассы. Здесь она между, куда найдется, в Дергачи, Вальзинки, в Казахстан, может быть еще куда-то, то есть движуха и здесь хороша. Да, если вы смотрите внимательно, вы увидите, как некоторые чудаки на букву М обгоняют прямо в последний момент. То есть вот некоторые, прямо вот я сейчас смотрю, вам озвучиваю, ну куда же ты летел? Дождик, куда-то люди торопятся. Я и в прошлых сюжетах это говорю, когда поеду в 229-й и ехаю, ну куда-то люди торопятся. Что там случилось у них? Какая вот ситуация жизненная, что так надо лететь? Да, здесь вот где-то сейчас проедем, будет небольшой спуск подъем, мосточек отремонтировали, по весне мы ехали, там был ремонт. И вот такая равнина, да, то есть я всегда сравниваю, помню вам говорю, вот я ехал в Калмыкии, там степь, глаза мне хватит. Ну а у нас с чем? У нас тоже здесь есть такие места, где вот так едешь по прямой, но небольшие, но есть. Россия это страна большая. И еще раз там напоминаю, спрашиваю про Изинский и Дергачевский район, будут ли? Конечно же, будут, но когда это будет, я вам сказать не могу, жизнь такая штука интересная, да, в планах много, я еще не проехал, не все районные центры. В Саратовской области хотелось бы, но потихонечку захватывать, даже когда вот и не в хорошую погоду, кстати, не в радостный день. Но куда деваться, жизнь продолжается. Здесь пока вот я выставляю за 18 октября, я напоминаю, я начал потихонечку переходить на новый формат. Со смартфона снимаю по 10 минут максимум, и улицы вам показывают. И мне стало там удобнее и быстрее. Здесь я с регистратора на компьютер, с компьютера, видеоредактор, что-то делаю. А там, как есть уже, да, чуть-чуть я накладываю. Вот про это я можете говорил, здесь он ремонтировался по весне, или что-то такой подъем. Там я просто накладываю даты, кто-то еще, и сразу же со смартфона вам в этот же могу день, или какой там, выкладывать. Меньше время занимает. Но зато есть своя особенность. Там я, может быть, в прямом эфире разговариваю, и какие-то накладки, и что-то я там это не монтирую. Но может быть и этим лучше. Но еще раз, там вертикальная картинка, здесь горизонтальная. Смотря где смотреть. По планшету, по ноутбуку, компьютер или телевизор, конечно, горизонтально намного мне самому интереснее. Ну там, да, там может быть из-за того, что другое функции у смартфона, камеры лучше. И она дает картинку поярче, посветлее, почетче, можно сказать. Здесь поворот на Степановое, который я тоже показывал. В 2021 году заезжали. Ехали. Да, ну давай еще, Женек, давай еще заедем. И вот заехали. Да, что хотелось про эту трассу сказать. Вот мы ехали от Ершова до Энгельского района, до Энгельса. Я вам скажу, ни один мне не попался водитель здесь. Один только на Газели. Сейчас, может, впереди вы увидите, который уступил. Он ехал не так быстро. Ей была возможность уступил мне дорогу, и я дальше поехал. Больше здесь я ни одного такого вежливого культурного водителя не встречал. А вот на 229-й периодически там езжу. Но, правда, чужие номера, не саратовские, что характерно. Эти большегрузы моргают. Как только там окошечек какой-то появляется, впереди них, они не моргали. Там правым поворотником я их обгонял, спасибо говорил. И дальше. Здесь что-то вот я, может, не повезло, не встретил ни одного вот такого водителя. Все едут по своим делам, и кто позади их, их это не волнует. Понятно, но все-таки, когда ты едешь 70-80 км в час, будь добр. Ты не один, понятно, что всем ехать надо, но все-таки за тобой не видно. Повороты, все это вот, особенно вот дожди. Ну, это так я. Воржание небольшое, но я вот просто проехал, я тут не так часто езжу, практически вообще не часто езжу. Последний раз был в нулевых годах, а, нет, ну вот, в 24-м по весне мы проехали тут, и я этого не замечал. Вот это мне и вот заметно стало. На 228-й Вольский тракции, вот мы в Энгельский район езжаем. Тоже по той стороне, как-то вот, может, другие там водители, дальнобойщики, они более некоторые воспитанные. Уступать. Вот сейчас вот эта дозель даст мне возможность ее обогнать. Вот, смотрите, сделал доброе дело, хотя, можно сказать, нарушение разметки он... Ну, он так едет, он не может быстрее, но есть возможность чуть-чуть уехал. Ну, а то тут дождик, уехали с дождем, в ночь я вам показывал, и возвращаемся. Это я вот еще звук выключил, по крыше дождик ливень. Доедем сейчас до кольца, на скат, и на этом будет тоже сюжет заканчиваться. И с чего я закончу, с того я начну, проедем. Еще раз я повторяюсь, анонсы для тех, кто вначале не слышал. По Энгельсу, через мост и до почелка Солнечного. Где беремся? Такую погоду. Ну, вот такой это был день, действительно. Где его практически весь он показал. Ну, только не показал, где мы выехали после выезда на трассу их 229, там ночь. И до Марксского района, до практически Балаковского. До нас опять началось. Так вот и хотел вообще показать всю эту трассу. Полностью. Ну, и еще раз поеду куда-нибудь, когда-нибудь по 229 трассе. Потому что мне еще надо будет, вот смотрите, раз. Понятно, это ускоренный режим просмотра, но куда люди торопятся. На повороте, не видно. Да, еще и мне проехать для себя, я вот не ездил в Духовницкий. В Духовницкий я вообще не помню тогда последний разгой. В таких годах, в 90-х. Тоже районный поселок. В Ивантеевке, Перелюбе. Пугачев мы проехали, когда его 2 сентября в Самару ехали. Но мы ее проехали, не зацепили так чуть-чуть. Нехода было по ней крутиться. По нему, по Пугачеву. То есть в ту сторону, значит, по R229 есть. У меня еще полок съездить. Так же, как и по этой дороге до Озинки-Дергачей, Макраус. Но Алгай, я не знаю. Алгай самый такой тоже, как Озинки, далеко. Доеду ли я до тут когда-нибудь. То есть я о том, что Саратского область очень большая. И свои достопримечательности есть. И музеи, и истории. Вот это левобережье, по которому сейчас ездим. Здесь это было в немецкой колонии. И в Подсамашской губернии она бывает. То есть, каждая, действительно, какая-то местность есть свои исторические события. И интересно так же что-то новое узнавать. Вот в этом доме в Ровно съездили. Посетили музей арбуза. Ну, просто музей кривейческий местный. Усадьба чья-то там, сейчас не помню фамилию. Ну, то есть, старое здание. Зашли. Она чувствует этот скрип. Половиться. Вот это все. Ох, ну, ну, эти комнаты. Как люди жили. Вот это все. Еще сотрудники обстановочку сделали. Экспонаты стоят. Это как-то цепляет. Может, я в детстве часто ходил по музеям. И в музеях мне тоже нравится. Ну, я вам больше, конечно, показываю дороги. Как проехать в таком состоянии. То есть, вот такой момент. Дороги, дороги, еще раз дороги. Хотя дороги, кто помнит, почему я так назвал. В начале двадцатом, двадцать первом году у меня была заставка. В начале сюжетов дороги, да? Расшифровывал я как D. Дороги, О. Обзоры, Р. Рецепты я показывал. О. Отзывы, Г. Города. И это еще не все. Вот как-то так я назвал дороги. Ну, в итоге, перешел конкретно на дороге. Ни рецептов, ни обзоров машин, ни велосипедов у меня. Сейчас уже что-то не ставил. Велосипед один продал. Машина пока ездит. Ну, вот. Пять лет ей. Сто тысяч проехал практически. Ну, вот. Может быть, надо показать после пяти лет владения, что с машиной и какие проблемы, и как решается. Ну, а здесь уже вот подъезжаем. Вот так у нас. У нас так проводил Саратов. У нас так встречает Энглес. Такой день, да. Еще он был и субботу, и воскресенье. Это пятница была. Я мог бы забыть. Я мог, а что будет потом? Ну, куда деваться? Каждый день. Вечное лето в Азии. И то там дожди бывают. А у нас такая погода. Весна, осень. Летовая, зима у нас поинтереснее будет. Чуть-чуть сейчас доедем. Дождик, действительно. Вы смотрите на эти танцующие дворники мои. А я-то вот ехал, включен у меня было на полное практически. Вот они передо мной тоже полисали. Нелюбители, я скажу, что в такую погоду ездить, когда дворники перед глазами прыгают. Но куда деваться, если в дороге застает такая непогода. Благо, все работает и едем. Ну, на этом сейчас уже заканчиваю сюжет. Благодарю всех за просмотр. Берегите себя. Не болейте, оставайтесь со мной. До новых встреч в новых сюжетах. Скат направо. Всем пока-пока.